Всем привет! Меня зовут Рома и сегодня я вам расскажу о игре, которую я написал на скретче. И я её назвал Game in Sky. Сейчас я вам покажу саму игровую часть. Вот, мы запускаем, чтобы игра работала, надо нажать на вот эту кнопку Game 1 и на букву, и на английскую букву F. И вот, как вы видите, летучие мышки тут есть, и торнадо вначале пролетел. Тут есть жизни и очки. Жизни отнимаются, когда летучие мыши дотрагиваются до тебя. И очки добавляются, если летучие мыши дотрагиваются до вот этого вот края. Жизни изначально три, и когда у тебя одна жизнь не отнимается, он рисуется повреждение на вертолёте. А чтобы выиграть, надо набрать 30 очков. Когда ты проиграл, как вы видите, тут выходит такой фон, что ты проиграл. Когда ты выиграл, оно пишет, что ты победил. Как вы, думаю, уже заметили, есть вот такие вот штучки. Это, можно сказать, суперсилы. Погодная магия, это чтобы останавливать торнадо. Свободное перемещение, это чтобы двигаться по всему полю. Поскольку, если мы это свободное перемещение не используем, мы только вверх-вниз можем. Есть патрон. И это, как бы, стреляющая вещь. Она, когда патрон дотрагивается до летучей мыши, летучая мышь переходит к этому краю поля. Есть щит, который защищает от, если до тебя дотронулась летучая мышь, то у тебя жизни не отнимаются. И есть, есть, при этом щит не защищают от торнадо. И щит еще защищает от того, чтобы, если ты дотронулся до верхнего или нижнего края поля с самолетом, то ты проиграл. Это я так сделал, чтобы было сложнее играть. Если, оно и от этого при этом защищает щит. Есть еще такая, как бы, мина. Она, эта, эта мина, она, она как патрон, только большой. И при этом взрывается, когда на нее напоролись несколько летучих мышей. А вот эта защита, это просто, она показывает, когда эффект щита закончится. И еще, она поставит нолик, и перед тем, как оно закончится, тут еще появится нет защиты, чтобы человек приготовился. Тут еще есть мани, маной. Это, это сколько у тебя монет. Монета можно заработать, либо тут появляются монеты, и с помощью свободного перемещения их можно собрать. Либо, когда ты за каждую, за каждую одну победу, ты получаешь по одной монете. Вот, есть еще такая кнопка эскейп, это, чтобы выйти, ну, в менюшку. И, собственно говоря, вот эти супер силы можно купить в шопе. Тут есть вот этот патрон, мина, щит, свободное перемещение, погодная магия. И еще я сделал так, чтобы можно было менять костюм персонажа. Собственно говоря, патроны, одна монет, за одну монету можно получить пять патронов. Ты когда нажал на вот это, оно спрашивает, хотите вы купить патрон? Я отвечу, да. Если ответил, да, то она добавляет пять патронов в магазине. Мина стоит два, две монеты, одна мина. Вот видите, вы хотите купить мину. Я отвечаю, да. Есть еще такая кнопка щит. И нажимаю на нее, вы хотите купить щит? Да. И при этом оно только один раз снимает деньги и один раз добавляет в ваш инвентарь супер силу. Ну, при этом патроны, оно за одну покупку сразу пять добавляет. Есть вот свободное перемещение. Тоже надо, оно спрашивает, ты эту часть, да, оно покупает. Но это погодная магия. Она защищает этот торнадо. Давайте ее сейчас тоже купим. И давайте все-таки я вам покажу переключатель. Вот переключатель персонажей. Тут можно достать, дайте, только я пока что сделал. Ноль, это вертолетик. А. Один, это сейчас вы увидите, кто. Я пока что только два костюма сделал. Но я в будущем собираюсь больше сделать. Но, в принципе, давайте еще купим погодную магию. Одну. Ну, и вот, выходим. Теперь давайте я вам покажу. Есть такая кнопочка настройки. Это пока что в ней только громкость звука. Я, я, да, я вам еще не рассказал про звук. Тут все время в игре какой-то звук есть. Ну, то есть, когда вы будете играть, вам не будет скучно. Есть еще в звуке анимация, например, когда вы, например, вас дотрагивается летучая мышь. Есть и кнопочка авторы. Вот. И пока в ней только один, поскольку только я писал игру. Ну, давайте все уж покажем вам супер силы. Теперь давайте нажмем гейм один. Вот, видите, как вы видите, монетка там была. Вот попугайчик. Нажимаем R, он меняет свой облик. Становится другой цвет. При этом, при этом, видите, его летучие мыши не могут тронуть. О, видите, она написала, вы победили. Еще сопровождает звуком это. Давайте я вам покажу. И, кстати, вот эта защита включается кнопочку R. И работает она на 20 секунд. Давайте сейчас вам еще раз еще другие супер силы покажу. Вторая супер сила, которую я придумал. Это патрон. Вот. Это нажимаешь пробел, и видите, он выходит банан. И видите, и попугай у нас проиграл. Давайте я вам покажу. Вы поняли, что у него еще есть патрон. Давайте я вам покажу, что у него еще есть. Давайте, сейчас я, я сейчас мину буду показывать. Мина кнопочкой X. Видите, какая она большая. То есть, а сейчас еще одну покажу вам. Это уже будет свободное перемещение, чтобы монетки собирать. Хотя, давайте сначала я вам противоторнадо покажу. Ну, видите, то есть, работает вот противоторнадо G. Оно, если нажал G английскую, противоторнадо работает. Потом, самая последняя супер сила, это свободное перемещение. Видите, работает. Видите, как вы видите, работает. Оно очень, очень удобно, чтобы собирать монетки. То есть, давайте теперь я вам расскажу, сколько, что по цене стоит. Вот, видите, патрон, как вы, как я вам сказал, единичку стоит, 5 патронов. Мина стоит 2 монеты, одна мина. Один щит, 10 монет. Свободное перемещение, тоже 10 монет. Погодная магия, тоже 10 монет. Это, как вы видите, переключатель персонажа в 10 монет. И, и, и в начале ты получаешь, когда просто начинаешь, допустим, ты вот нажал play. Сейчас, я вам покажу. Оно добавляет 5, еще 5 патронов, а не в начале. В начале 5 патронов, дается. В начале 5 патронов, дается. Еще те, что ты купил, можно получить. Как вы видите, оно мне покажет, что я проиграл. Есть монетки. В начале она дает 5 патронов. И еще, если ты их купил, оно добавляет то, что ты купил. И все, оно это считает. Если ты с одного сохранения включал. И напоследок, есть такая кнопочка. Out of the game. Это означает, выход из игры, она останавливает игру. И на этом все. Сегодня с вами я показал игру Game in Sky, которую я написал. И меня зовут Рома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова